Итак, Евангелие от Марка, 12 глава, 13 стиха. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьему учишь». Позволительно ли давать подать кесарю или нет? «А давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли тогда и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесарево, кесарево, а Богу Божье». И дивились ему. Ну, прежде чем вы дадите название этому тексту, давайте позадаем базовый вопрос. Ну как, можете вы задать? Либо я могу, который я задал, а вы дадите ответ. Ну, на что я обратил внимание. Ну, давайте так, по моим пойдем. Если будет какой-то у вас дополнительный вопрос, вы можете тоже задать. Итак, кто посылает в 12 стихе? Кто это посылает? И посылают, да, написано? И посылают. Кто эти и посылают? Ага, в 12 стихе, да, у нас это контекст. Они узнали, что фарисеи, о них идет речь, да, прошлое проповедь, вспоминайте. И вот эти фарисеи посылают, да, то есть кого-то часть из себя, каких-то самых, может быть, таких вот продуманных. И они и посылают. А кого посылают? Ну, некто там, тут конкретно названо две. Фарисеев и Иридиан. Мы еще поговорим, кто это такие. Да, а зачем посылают? Чтобы подловить его в слове. И что они говорят? Что они говорят? Очень хитрый, да. Это получается в 14 стихе. То есть они обращаются к нему сначала учитель. Да. Он признает его мудрость, а потом его подсказать. Да, но на самом деле это такое, знаете, как это, циничное, да, такое учитель. Да, это не так, что они пришли там, как учитель, научи нас, да. Помните, как апостолы, когда просят, научи нас молиться, да. То есть помните, есть такой инструмент в чтении Библии, тон и настрой. Какой здесь тон и настрой вот в этом вопросе? Не знаю, в истинном пути Божьем учить, но тут может быть нормальный настрой. Ага, а тогда в 15 стихе что он, зная? Какой, значит, тон? Нет, не обязательно тон, но за ним может быть нормальный. Да, ну все равно какой-то подвох там, да. Что они говорят в 14 стихе? Что они говорят? Я здесь нашел 4 таких важных доктринальных момента. Вот говорят они абсолютную истину, правильно все говорят. Справедлив, дальше, не угождает, дальше, истинному пути Божьему, да, не просто истинному пути, а Божьему пути. А еще что четвертое? На лицо не смотрит, да, вот спасибо, вы такие внимательные, да. То есть он не стесняется людей, он говорит прямо есть как положено, да. И Христос мне говорит, ой, вы знаете, вы тут перепутали. Я вот только три, да, он со всем соглашается, но при этом видит, что эти люди лицемерны, да. Что знает Христос о них? Что о них он знает в 15 стихе? Что они искушают, зная их лицемерие, да, то есть они искушают. А в чем искушение? Ну это уже такой вопрос значения, ага, Марина. Подставить хотят его. Хотят его подставить, да, и мы тоже сейчас об этом поговорим, да. Ага, что отвечает им Христос? Неожиданно. Да, неожиданно, да. Ну, неожиданно принести, на которую за божение Кесарева, ну, руководителя этого города. Страны, ну не города, а всей Римской империи, да. То есть они же часть Римской империи, руководители, и это тоже очень важно. Какую монету он просит принести? Динарий. Это тоже важно, да, что Динарий. Мы тоже об этом поговорим. Смотрите, что дальше еще. Чьи изображения на Динарии и надпись? Кесарева. К чему призывает Христос? Кесарево дать Кесарева, а Богу Божье, да. Хорошо, какая эмоция у фарисеев после этого? И этих, они удивляются. Что-то, вот это ответил, так ответил. Да, мы, конечно, читаем. И текст обычно, ну, тон и настрой очень сложно определить. Но, по крайней мере, после этого, ну, как мне кажется, да, вы можете свое мнение, да, в этом вопросе. Ну, как мне кажется, что все-таки в 14 стихе это такое, как бы, из-под тишка, вроде бы говорят правильные вещи, но из-под тишка. Христос в 15 стихе все-таки говорит им, тон строгий, что искушает. То есть, это не шуточки такие, хе-хе-хе, что искушить меня решили? А, помните, в прошлый раз я выкрутился и сейчас, да. То есть, тон такой, ну, серьезный у Иисуса Христа, да. И, соответственно, приводит это все к тому, что, ну, они удивлены, да. То есть, все, рот открыли, руки развели, ничего сделать не могут. Вот. А цель какая у них, цель? В тюрьму посадить, показать. Убить, убить. Потому что, смотрите, в 12 стихе что они? И старались схватить его, да, для чего? Убить. И это нас отправляет туда раньше, да, где кто-то скажет, я иду, чтобы меня там убили. А как вы думаете, а вот Марк, зачем в эту историю? Вот мы так подошли к такому основному вопросу. Зачем Марк это все пишет? Какая его, какой главный посыл у Марка? Что он хочет сказать? Что Бог выше Кесаря. Классно. Да, еще. Что не нужно смешивать мирские дела и божьи. Ага, но при этом они все равно смешаны, да. То есть, ну, они же часть этого мира, да. То есть, понимать, что есть что. Да, понимать, что есть что. Ага, еще варианты будут? Мудрость Христа. Вспоминаем проповедь Дмитрия, где он говорил о власти. Они показывают, что изображение, власть чья? Кесаря. А Бог, а Христос говорит, на самом-то деле, чья власть? Божья, да. Это тоже здесь вплетается. И, конечно же, смотрите, Иисус Христос, ему осталось до смерти меньше недели. А он это время тратит где? Где он тратит? Где он находится? В каком месте? В храме. Я все время, когда читаю этот текст, я все время спрашиваю, а что бы я делал, если бы я был приговорен к смерти? И на что бы я потратил вот эти вот последние часы, минуты, дни? Что бы я делал? А Христос считает важным быть в храме и выслушивать, в принципе, вот этот вот всякий разный бред. Ну, здесь, начиная с 12 главы и даже чуть раньше, все вот такие, знаете, как посылки вот этих вот людей, это как бы его так вот подловить, чтобы когда мы начнем, ну, его придем, чтобы его убить, чтобы правда оказалась на нашей стороне. И в конечном счете они все оказываются безответными, потому что они не смогут ничем подловить. И в то же самое время мы понимаем, это пасхальный момент. Помните, чтобы ягненка принести в жертву на Пасху, что должен был сделать священник в храме? Проверить на наличие погрешности. Да? А? Что? Порока. Порока, да, да, порока. Ну, погрешность, порока, да. И вот здесь Иисус Христос как агнец перед священниками, перед правящими партиями, перед всеми фарисеями, саддуками, этими ирдиадами. И они каждый пытаются, а вы это, с этого боку, а с того боку, а здесь, а здесь, а здесь, а здесь. Ничего не могут. И в конечном счете, что они сделают, если забегать вперед ночью в Гефсиманском саду? Придут к нему, как к разбойнику, да, ночью во тьме. Помните, что скажет Иоанн, когда будет написать свое Евангелие? И тьма хотела объять Христа, и не объяла его, да, они пришли во тьме, и при этом ничего сделать не могут, и просто насильно его уведут, и ложно его оклевещут. Вот как я назвал главную мысль. «Христос призывает заниматься своим делом, подчиняясь власти Божьей». Христос призывает каждого человека, это посыл Марка, заниматься своим делом, подчиняясь власти Божьей. И на самом деле структура, она, я разделил ее на две части. Первая, с 13 по 14 стихи, это каверзный вопрос фарисеев и этих ирдиад. И вторая часть, 15-17 стихи, удивительный ответ Иисуса Христа, да, занимайтесь своим делом, не лезьте вы уже. Да, как говорится. И вот какой контекст. Я уже немножко о нем поговорил, что Христос находится в храме, как агнец Божий, в последнее время он проводит там. Его священники постоянно пытаются испытать на наличие порока и не могут. Агнец готовится стать жертвой. И при всем при этом вся глава, да, начиная там с 11, о власть Божьей. Да, такой посыл каждый раз. Давайте поговорим о некоторых наблюдениях, которые я вижу в этом тексте. Еще раз повторюсь, Христос призывает заниматься своим делом. Это главная мысль текста в контексте вот кесарю кесарева о Богу Божьем. Давайте поговорим о наблюдениях. Они хотят убить его, поэтому они его искушают. Они пришли, потому что цель одна, найти что-то, за что его убить. И вот посылают, знаете, две враждующие секты. Вообще всего было, ну, официально четыре секты. Первая секта, это была фарисейская, наибольшая, наибольшая, да, они прям вот пользуются особой властью. И они говорили так, фарисейская секта говорила так. Мы верим в воскресение, мы верим, что правительство не от Бога, его нужно, ну, не то чтобы свергнуть, но хотя бы ему не подчиняться. Понимаете, да, они пришли с этим посылом, не подчиняться повелениям кесаря. Вторая крайность, противовес, это как раз Иродиаде. Они признавали власть династии Ирода и говорили, что на самом деле нужно полностью подчиняться и все, что не скажет Ирод, делать. Все, вот мы подчиняемся Ироду. Вот они такую позицию заняли. Третья власть, это саддукеи, дальше будут тоже они. Саддукеи, это те, кто, они похожи на фарисеев, но они не верили в сверхъестественное, они не верили в воскресение души, там, они не верили там в ангелов, ну, такие вот либеральные верующие, да, то есть вот в храм ходят, в храме все делают, а вот в сверхъестественное не верят. Дальше, четвертая секта, это зилоты, зилоты воинствующие, да, всех нужно побить, пошинковать, война, важно, революция, свергнуть правительство. И пятая, она косвенно была, ну, в небольшом количестве, не очень большое влияние оказывала. Владимир Петрович, может быть, вы мне напомните, это вот, которые в пустыне уходили, и как раз Иоанн Креститель, а, не помните, да, вот тоже вылетело мне из головы, но она сильно влияния не оказывала. Когда у них были последователи? Иесей, да, спасибо, и вот как раз Иоанн Креститель придерживался партии Иесеев, но партия, это можно сложно назвать, потому что это такие одинокие монахи, они уходили в пустыню, у них были какие-то последователи, и много последователей не было, ну, кому захочется жить в пустыне, да, то есть, ну, не особо как-то. Вот, иродиадами еще можно быть, потому что, ну, ты как бы в почете, с фарисеями, они уважаемые в обществе, садукеи, они постоянно при храме, вот, а как-то эти, ну, зилоты, это, знаете, вот, так сказать, консервативные товарищи, которые там всех убить и все. И, кстати, у Христа ученики практически были, ну, из большинства этих партий, да, кроме, там, вот, может быть, вот фарисеев, садукеев, ну, у него был матфий из сборщик податей, да, и зилоты, это Иаков и Иоанн, да, которые говорили, там, сыны Ванергеста, сыны Громовой, у них даже прозвище такое было, сыны Громовой. Вот, ну, двигаемся дальше, да, и вот, смотрите, фарисеи говорили, никаких податей платить не будем, а иродиаде говорили, скажут два раза заплатить, в три раза больше заплатим. И что они делают против Христа в 13 стихе, в 14? Объединяются, да, в 13, они объединяются, крайне противоположные партии, мы хоть с кем, уж простите меня за это слово, хоть там с чертом объединимся, да, лишь бы Христа уничтожить, да. Здесь они абсолютно враждуют и идут вместе, при этом против Христа. Знаете, Иисус Христос, Он приводит им динарий. А что такое динарий? Что вы знаете о динарии? Динарий. Что-то знаете о динарии? Динарий это дневная работа, плата работника, динарий. То есть это, ну, вот сегодня, сколько стоит, сколько день рабочий стоит? Ну, понятно, что у каждого по разному, но среднестатистически примерно это сколько? Ну, в районе тысячи рублей. Там, если 30 тысяч зарплата, это, в принципе, среднестатистическая по России. В день примерно, там, тысяча рублей. Там, кто-то больше, там, два динария, это 60 тысяч в месяц, это уже хорошо. Там, если три динарии или три тысячи, да, то 90 тысяч, ну, ты просто вообще, ну, шикарно живешь. И вот здесь вот как раз этот динарий, это как раз Христос говорит, найдите мне динарий. И практически сразу его находят. То есть там были, ну, значит, динарии. Как выглядел этот динарий? Обычная монета с двух сторон. На одной стороне был портрет царя того, кесаря. Кто был кесарем на тот момент? Тиберий. И этот Тиберий, он был сыном Августа. А Август, помните, Евангелие с чего начинается? Вот Евангелие сына Божьего. Да, помните? Вот Евангелие сына Божьего. Август за несколько лет до этого объявляет себя Богом. Август. И говорит, посылает везде всех людей, говорит, вот Евангелие. То есть римляне идут и распространяют везде, что Евангелие это Август, это Бог. А Тиберий это его сын. То есть Август уже на тот момент умер. И когда Марк пишет свое Евангелие, говорит, нет, вот настоящее Евангелие про Иисуса Христа. И вот этот Тиберий на этой монете. Как вы думаете, что он там написал? Что там было за надпись? Есть версии? Очень простая. И Тиберий написал правду с римской позиции. Там было написано Тиберий сын Божественного Августа. Вот так звучала фраза. Тиберий сын Божественного Августа. Нет. Они же писали, ну они там некоторые буквы сокращали. Все по кругу написано. Ты показал, да? Тиберий сын Божественного Августа. И что мы видим? Сын Божий. Что говорит принесите? Динарий. А на Динарии изображение, которое все в Римской империи знают, смотрят и говорят, это Тиберий. И кто он? Сын Божий. Вы видите, какой юмор. Интересно, что Христос не сказал, принесите мне лепту. Или принесите мне сикель. Лепта самая маленькая монета, ну копейка. А сикель нам одна из самых больших. Принесите мне динарий. А с обратной стороны, знаете, что там было? Там было изображение богини судьбы и надпись первосвященник. Знаете, все звезды совпали. Монета, на которой нарисован псевдо, ложный сын Божий, потому что Август умер и не воскрес. И Тиберий потом тоже умрет и не воскреснет. А с обратной стороны была надпись. Судьба, вот, там женщина, по-моему, богиня судьбы. Ну ее же еще Фортуна, по-моему, называют. И надпись, без всяких разрешений, просто, что она есть первосвященник. То есть первосвященник в твоей жизни это судьба. Ну как судьба, знаете, подбросил монету, вот как судьба ляжет, так и будет. И эта монета, братья и сестры, в храме была запрещена. Почему? Потому что правоверные евреи, фарисеи, признавали, что там ложь. Потому что они ждут Мессию Божьего Сына в будущем. Они не признают Христа, да, но ждут в будущем, как и сегодня. А с обратной стороны надпись какого-то лжебода, ну, фотография лжебога. И надпись, что это есть первосвященник. А кто тогда у нас в храме? А у нас-то кто в храме? Понимаете, да? И Христос, они думают, что они его будут искушать. А Христос говорит, а мне динарий принесите. И знаете, самое странное что? В месте, где эта монета запрещена, они что делают? Находят ее. Притаскивают, вот она. То есть она там есть в обиходе. Именно ради этого там были миновщики, которые меняли. Они говорили, что нельзя вот эти деньги кидать. Нужно было купить еврейские деньги. Только, ну, именно не просто еврейские, а храмовые деньги. Отдельно там у них был свой этот курс валют обменника. Именно их Христос все это переворачивает. И вот здесь, братья и сестры, я вижу, как Иисус Христос, власть Божья, сталкивается с властью человеческой. Вот она, власть человеческая. И на самой монете все, что с обоих сторон, все ложное. Понимаете, да? Сын Божий, какой он Сын Божий? С обратной стороны что? Опять ложь. Понимаете, да? Но при этом Иисус Христос сказал, вот этому мирскому отдавайте мирское. Отдавайте мирское. Что положено, то и отдавайте. Апостол Павел скажет по-другому. Кому подать, тому подать. Кому оброк, тому оброк. Кому честь, тому честь. Кому страх, тому страх. А друг другу отдавайте любовь. Понимаете, да? Здесь, я вижу, да, когда в 15 стихе они подходят, Иисусу Христу такие, знаете, каверзники, варпросики там задают, там чего-то пытаются. Вроде бы все так богословски классно говорят. Но это фарисеи, это понятно. Они-то лицемер, мы можем сказать. Но есть одна проблема. Проблема-то в том, что апостол Павел, когда будет писать 2 Тимофея, откройте 2 Тимофея. И здесь посмотрите, пожалуйста, 2 Тимофея, 2 глава, 2 Тимофея, 2 глава, 5 стих. Так, вру, 3, 3 глава, 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Имеющий вид благочестия, а силы же его отреклись. Классная формулировка по отношению к фарисеям. Вид благочестия имеют, а силы жить духовной у них нет. И поэтому и удивляется. Вся проблема в том, что апостол Павел это говорит в контексте Ефесской церкви. Он обращается к Ефесской церкви, к Тимофею, который пастор Ефесской церкви. Он говорит следующее. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут, и первое, что будут с людьми, они будут больше любить себя. Они будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, неприменительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более свастолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отреклись. Это формулировка неверующим, сказал бы я, если бы не знал послание Тимофея. Дело все в том, что апостол Павел пишет Тимофею. В этом мире и понятно, так проблемы с людьми, но здесь на самом деле апостол Павел обращается к Тимофею, и он говорит, конец пятого стиха, таковых удаляйся. То есть это внутри церкви, к сожалению. Мы можем посмотреть в первый стих и сказать, ну это же в последнее время будет, а удаляться, когда Тимофей должен. Понимаете, да? Насколько апостол Павел обыгрывает время. И это время всегда, братья и сестры. И здесь вот нам нужно порой исследовать самих себя, а не стали ли мы вот такими вот фарисеями, все богословие у нас все правильно, все знаем, все четко, Бог такой, 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 все по пунктикам. А сила есть в нас, Божья сила есть в нас, потому что сила Божья заключается не в том, как много ли чего ты делаешь, хотя это тоже очень важно, а твое отношение к другим людям. Понимаете, да? Потому что Ефесской церкви сказано будет, ты много делаешь, но твое отношение к другим людям, оно печально. Ты любовь твою оставил, первую любовь. И здесь мы видим в 15 стихе Евангелия от Марка, как фарисеи, искушая Христа, у них вообще нет никакой любви. Ну понятно, они-то нерожденные свыше люди, ну да ладно, с ними-то ясно. Так вот Иисус Христос скажет им, вот эти все мирские дела оставьте миру, кесарю отдайте кесарю, это мирское, а Богу отдайте Божье. И вот здесь вот Иисус Христос дает очень важный посыл для нас с вами. Скажите, у вас есть такая монета? Может быть, вы видели где-то, где изображен наш с вами Бог, в Которого мы верим? Есть ли такая монета? Да, ну может там сейчас бородатого дядьку нарисовали, там на кресте, там еще что-то, и будет похоже. Ну вот типа это оно. Но когда Христос говорит отдавайте Богу Божье, он имеет в виду не себя в первую очередь, хотя он Бог стопроцентный, я абсолютно не сомневаюсь, но он имеет в виду Бога Отца. Есть ли такая монета или медаль, где изображен Бог Отец? Это грех побить камнями, да? Согласен с Дмитрием, ну слава Богу не будем никого побивать. Так вот, братья и сестры, а где же Божье изображение? Где же увидеть? То есть Христос говорит, Кесарю отдайте Кесарева, ну вот изображение, вот надпись, а Богу отдайте Божье. Где же Божье изображение и Божья надпись? Где они? Скажите мне, пожалуйста. Христос и слова Христа, соответственно, да? Мы отдаем себя Христу и словам Христа. Павел в Римлянам очень четко скажет. Итак, он 12 глав расписывает, 11, все богословие, что то, другое, там не разберешься, да, в этом Римляне, в этих, но в 12 главе он четко. А теперь представьте тела ваши в жертву живую, угодную Богу для разумного служения вашего. Правильно? А где еще мы видим изображение Бога? Где мы видим? В человеке. Откройте, Ботие, конец 1 главы, начало 2 главы, там написано. И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему. И вот здесь вот мудрость Христа. Он говорит, все эти мирские дела с мирскими надписями, это все смысла не имеет. Отдайте и все. Не думайте об этом. Просто отдайте. А вот себя отдайте. Чье изображение вы? Божье. Я не очень красиво выгляжу. Прикус неправильный. Волосы много седых. Порой еще они отрастают. Не люблю бриться. Просыпаюсь, похож на Киргиза или Казаха. Наверное, если я уеду туда, то там я буду как свой. Бурятская кровь у меня есть. Я подхожу к зеркалу и мне так порой не нравлюсь сам себе. И я, знаете, не начинаю там, все равно, ты хороший человек, ты красавчик. Ты красавчик. Я рад, что моя жена меня полюбила. Потому что другие меня не полюбили. Может быть, у меня была другая, может, жена. Вот она полюбила и все. И я знаю, что смотря на себя, как бы я нравился себе или нет, я все равно образ Божий. Образ и подобие. Понимаете, да? Этот мир говорит о том, что ты должен быть красивым, ты должен быть успешным. Все должны смотреть на тебя и видеть в тебе твою красоту, твой образ. Христос говорит не так. Ты образ Божий. И, соответственно, как ты отдаешь кесарю кесарева, точно так же ты должен отдавать и Богу Божьему. И здесь очень важный урок, братья и сестры. Почему? Потому что монета – это материальное. И мы должны не держаться за материальное. Сам Иисус Христос скажет, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Заботиться о завтрашнем дне всего этого ищут язычники. Вот они постоянно в этой заботе. А что будет завтра? Как детей одеть? Как накормить? Как обуть? Как что? А то другое, пятое. И масса вопросов. Все. Он говорит, а вы отдайте это все Богу. На каждый день довольны своей заботой. Но вы не государевы. Понимаете? На вас нет портрета государя. На вас. На вас портрет Бога. Вы – Божьи. А государевы отдаем государеву. Государство иногда может прийти и сказать, ну то, что у тебя есть, все мое. Например, я жил, иногда это полезно даже. Я жил, когда в ветхом жилье, мне пришли государевы-слуги и сказали, ты живешь в ветхом жилье. И я вроде бы его выкупил, там оно приватизировано. Я пытался, да нет, мне все нравится. Нет, 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 не уговаривай нас. Оно опасно для тебя, для других людей. И поэтому, и что вы мне предложите? И поэтому мы заберем твое. Оно станет нашим. Но мы взамен этого дадим тебе свое. Я такой, давайте посмотрим, что вы мне там дадите. Да, пошел, хорошее жилье, все замечательно. Государство забрало мое, дало мне их и сказало, теперь это твое. Но это замечательно. Но бывает и такое, что имущество полностью могут забрать. Могут оштрафовать, если ты пойдешь проповедовать Евангелие без какой-нибудь справки, то тебе придут и скажут, штраф пять тысяч. Потому что что это ты тут Евангелие распространяешь? Иногда государево правильное, иногда государево неправильное. И поэтому мы отдаем государю государево. Но мы, братья и сестры, и не только мы, но и весь этот мир. Потому что Христос, смотря на этих фарисеев и говоря, отдайте Богу Божье, он также смотря на фарисеев, на этих лицемеров, которых он четко скажет, на этих иудеев, иудеев, как их, ну ладно, которые иродиат, да, спасибо. Я все время это путаю. И в прошлый раз тоже там на прокладе попутал. Так вот, эти иродиади, он смотрит на них, они с лобой думают, как же ты как и вырца. Но Христос, посмотрите в его сердце. Он смотрит на сердце свое, смотрит на сердце их, и при этом он видит в них образ Божий. И я думаю, что Христос помнит, имея всеобъемлющую память и знания, помнит, как он творил Адама и Еву, и знал, что дети Адама будут вот эти фарисеи, иродиади, и другие. И все они придут, чтобы его испытать и искусить, и убить. Так вот, что же значит отдать Богу Божию? Вы уже сами сказали, с одной стороны, мы должны поступать, как Христос поступал. Все то же самое, что у Христа должно быть и у детей его, у христиан. Мы должны отобразить его образ в своей жизни. Давайте посмотрим послание филиппийцам. Вторая глава. Мне кажется, это самый классный, самый замечательный, самое замечательное описание Иисуса Христа. Шестой стих. Вторая глава, шестой стих. Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Когда я читаю эту фразу, знаете, мне так нравится она. Будучи образом Божиим. Слово образ, это греческое слово морфе. Морфе, знаете, есть такое понятие, как аморфный. Слышали? Это какой-то аморфный человек. И какие у нас ассоциации с этим? Аморфный. Ну, образа никакого нет. Как медвялый, как медуза, да? Аморфный. Здесь морфе означает полное соответствие. Во Христе полный образ Бога. Мне нравится русское слово образ. Есть такое, знаете, негативное слово. Вы слышали? Безобразие. Слышали такое слово? Безобразие. Некоторые начинают, что ты так безобразно себя ведешь. Ну, например, когда дети начинают баловаться, они ведут себя безобразно. И когда мы это говорим, что подразумеваем? Что дети не отображают, ну, может быть, их родители так научили себя вести. Но на самом деле родители должны хорошее заложить в детей. И дети должны отображать образ родителей. Образ. Так вот, во Христе он был абсолютный образ Божий. И в нем не было никакого безобразия, безобразности. Никакой не было. Он абсолютный образ Божий. И дальше что сказано? Но уничижил себя самого, приняв чей образ? Раба. Образ Божий принимает образ раба. Скажите, пожалуйста, вот этот глагол уничижил в каком залоге относится? Ну, залог бывает активный, пассивный залог. Я унижаю тебя. Я в активном, ты активный. Я активный. Активный залог и возвратный. Сам себя. Он принял решение сам себя уничижить. Его не унизили. Его не уничижили. Это не было то, что Бог. Так, с людьми там проблема. Мне нужно срочно кого-то уничижить. Кто это будет? Ну, я, в принципе. Вот я же сын твой. Все. Будь уничиженным. Нет. Это решение Иисуса Христа. Он образ Божий. И он не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя. Вот слово уничижил. Как вы понимаете, уничижил? А? Унизил. А еще есть какие-то варианты? Ничтожество. Как ничтожество. Еще есть такой, знаете, очень интересный вариант опустошения. Иисус Христос, наполненный образом Божьим, Его славой, Его величием, принимает решение стать рабом. И вот все вот то, что в нем, Он как бы опустошает себя, да, унижая, уничижая себя. Опустошает, чтобы стать образом Божьим. И сделался по виду подобным человеку, став как человек. Смирил себя, быв послушен до смерти крестной. Такой классный образ Иисуса Христа. Марк его очень хорошо отображает. И дальше мы будем еще и смотреть на Иисуса Христа. Но мне нравится, в каком контексте использует его апостола Павел. Вы знаете, Марк был в команде апостола Павла. Послание Колоссянам, он там передает приветы от Марка. Хотя был конфликт, они разошлись, но потом они вместе участвовали в служении. Тимофей был в команде апостола Павла. Лука был в команде апостола Павла. И Павел знал Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. Ну, так как они были в его команде, он мог поговорить с ними об этом. И Павел, знаете, так вот, как бы сконцентрировано все Евангелие здесь пересказывает. Кто есть Христос? Христос, это тот, кто, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил к себе, самому принес образ раба и стал по виду, как человек, смирил себя. А в каком контексте? Посмотрите в пятом стихе, вторая глава Филиппийцам, пятый стих. Ибо в вас должны быть что? Те же чувствования. А что за слово такое чувствование? Да, нам такое, знаете, эмоции, чувствование такие, ой, чувствование, ты чувствуешь себя как Христос? Да, чувствую себя как Христос, что там царапка пошла по коже, да. Дело все в том, что посмотрите, пожалуйста, этот, хотел сказать, корейский, украинский перевод, и там очень качественно они перевели, у вас должны быть те же думки. Я мову не разумею? Тот же взгляд. Тот же взгляд, отлично. Те же мысли. Образ мысли. Это, мне кажется, более такое важное слово. Не просто эмоции, хотя эмоции тоже важны. Но образ мысли. Ибо вас, то есть вы должны думать точно так же, как и Христос. И Христос, величина всего, принял решение опустошить себя, унизить себя, уничтожить себя ради людей. И Павел скажет в этом контексте, в вас должны быть те же самые мысли. А в каком контексте это сказано? Помните, мы отвечаем на вопрос, что значит отдать Богу Божье. С Кесаревым мы разобрались. А что значит отдать Богу Божье? Мы образ Божий, мы образ Христа. Вот что делает Христос. И вот что дальше Павел скажет. Третий стих, ну в контексте, давайте посмотрим. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрю почитай один другого высшим себя. Вот что сделал Христос. Вот в нем были какие мысли. Он считал, что он ниже, чем те, кто его окружают. При этом он был Богом. И это было его собственное решение. Его никто не заставлял. Нас чаще всего наоборот заставляют. Да я там подойду. Товарищ Дима, ты кто такой? У тебя какое там, что это там? Кто, ну прости меня, кто по жизни, да? Такое есть. Что ты из себя представляешь? А я кто? Ты знаешь, да? И мы начинаем вот это вот. А здесь мог, я представляю, Христос мог. Хрисеи? Идумеи? Не Идумеи, как они? Иродиади. Да и Идумеи в том числе. Вы вообще кто такие? Я сейчас тут пальцем щелкну. Он скажет это Петру. Прилетят ангелы и вас порубают. Помните, да? Кто вы такие? Но он смиренно стоит, выслушивает, принимает все оплюхи, все поругания. И дальше Марк об этом больше скажет. И вот Павел в этом же контексте скажет. Не почитайте другого в высшем себя. И четвертый стих. Какова практика этого? Потому что, знаете, я могу так, ну, как бы сделать вид, помните, как благочестие, вид, да, вы все молодцы, вы все, а сам, какие же они молодцы, я-то лучше них, да? А вот здесь не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот что было в Иисусе Христе. Позаботиться о других. Христос принял решение унизить себя, уничтожить себя, опустошить себя до образа раба, чтобы послужить другим. Вот что значит явить образ Божий, служить другим. Богу Божье значит служить другим. Понимаете, да? И что сделал Бог? И перед именем Иисуса преклонилась всякая колена, 10 стих, небесных, земных и преисподненных. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Поэтому я еще раз напомню главную мысль этого текста, Евангелия от Марка. Христос говорит, занимайтесь своим делом. А каким делом мы должны заниматься? Кесарева отдать кесарю. А что имеет во мне кесарь? Ничего кроме материального. Кесарь ничего кроме материального во мне не имеет. Отдать ему значит его, его же. Пожалуйста, забирай. Налоги забирай. Деньги забирай. Я буду проповедовать Евангелие, ты меня оштрафуешь. Забирай. Я все равно буду послушен Богу, потому что заниматься своим делом, это означает Богу отдать Божье. А Божье принадлежит образ Божий. Значит, я и каждый из вас. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся. Божье спасибо Тебе, ибо милость Твоя велика. Прости нас Господи, когда мы спорим друг с другом из-за какой-нибудь ерунды или мелочи, которая кажется для нас важнее всего в этой жизни. Хотя ты сказал, что образ Христа, это означает служить друг другу, заботиться друг о друге. Господи, благослови. Благослови так мыслить, отдать себя на служение друг другу, в Церкви Божьей, в теле Христовом. Господь, благослови. Я так рад за этот текст, что он есть. Государеву мы должны отдать Государева, а Тебе всего себя полностью. Благослови Господь, распусти нас миром, и пусть благодать Твоя пребывает с нами во все дни до скончания века. Аминь.